Добрый день, друзья! С вами LG. Утро начинается не с кофе, утро начинается с Car Mechanic Simulator. Сегодня мы с вами продолжаем заниматься тем, что мы будем собирать движок и заниматься кузовом нашей Honda Civic 93-го года и превращать эту машину, это ведро ржавое, которое я нашел на помойке, в конфетку. Просто, несмотря ни на деньги, ни на что, за, так сказать, удовольствие, чисто ради удовольствия. Вот, ну что ж, давайте мы это ведро с вами сейчас сначала почистим. То есть нам нужно использовать оборудование. Непонятно, почему я за свои собственные деньги должен очищать эту машину. Ну да ладно. Так, допустим, кузов мы очистили, ну... М-м-м... Красивая. Solid, хром, хамелеон, матовый хамелеон. Цвет можно подобрать какой-нибудь хорошенький такой. Ну, такой годный, чтобы она была красиво выглядела. Вот, скажем, такой, наверное. Нет, это уже слишком какой-то уникальный. Вот, пусть, наверное, это уже слишком синий. Надо какой-то такой стандартный цвет. Давайте, допустим, вот этот вот пятый цвет у нас с вами будет. Вот, покрасить в этот цвет машину, соответственно. Вот. Странно, что, конечно, нету покраски самому. То есть, чтобы я мог сам все покрасить. Ну, да ладно. Что это за деньги? Вот, странно, конечно, это все. Вот, также здесь, наверное, нужно еще этот монтаж. Левая дверь. А, здесь все запчасти в топку, да? Наверное. Мне просто интересно. Левая передняя дверь. Нет, ее нет вообще, да? Должна быть левая вот эта. Так, это будет ржавое ведро. А я, если красить, то надо все целиком, да? Ну, короче говоря, ребят, я немножко облажался сейчас, как обычно, да? Как это бывает? Ладно. Немножечко облажался. Так, давайте мы это тогда ведро переставим сейчас обратно. Потом покрасим еще раз все целиком. Вот, машину. Тадам. Ну, потом покрасим целиком. Ну, просто так, чтобы как бы эстетически... Ну, потому что по-хорошему, на самом деле, ИРЛ Сначала красится вот эта вот внутрянка вся, а потом только всякие двери там и все. Это все красится отдельно на самом деле. Так. Кондо Цивик. Правое зеркало. Попал. Ну, это не сложно на самом деле. Прям даже мини-игра какая-то. Ты глянь. Все. Починили эту гадость. Так, верстак деталей. Господи, я, походу, заебусь это чинить. У меня есть такое ощущение. Цена ремонта на своем собственном верстаке. Понимаете? Вот в чем прикол. Вот он очень не нравится. Ой, блин. Вот так. Ой, ребят, знаете, нахер вот это вот все? Это такая себе фигня. Давайте попробуем вот что сейчас сделать. так. Давайте мы вот это все продадим нахер просто вообще. Просто нахер вот это все продадим. Это все помойки. кресло, конечно, я зря продал, на самом деле. Там можно было не продавать кресло. Вот. Если она, по-моему, деталей не хватает, господи, зачем мне это все надо чинить? Бля, потому что машина под восстановление, это, соответственно говоря, как вы понимаете, это не то, что я собирался делать. Я не собирался это все чинить, потому что это... Мне просто было интересно проверить, потому что... Ну, блядь, это пиздец. Потому что реально, в реальной жизни, если машина берется под восстановление, вот в таком виде, вот, то это как бы... Это не ремонтируется абсолютно, то есть... Здесь можно как-то выделить, может. Давай, блин, сколько же тут говна-то я напокупал. Ё-моё, вообще кошмар. О, наконец-то все продали. Диски все нахер, все, в помойку это все. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. У нас осталось только всякое говно. Вот, машину мы с вами почистили, покрасили. То есть она уже готова к монтажу на нее других деталей. Вот, ну, начнем, конечно, мы с двигателя, а потом повернем к подвесочке. Вот, так, собственно говоря, двигатель. Что у нас здесь с вами стоит? Головка блока цилиндров готовая. И нам нужен режим монтажа. Следом, что нам нужно поставить, это насос гидроусилителя R4, коленвал R4, топливный фильтр и генератор. Так. Топливный фильтр. Одна штука. Купить. Так. Генератор. Так, это все детали, да? Генератор. А! Я понял. Тут надо как-то... Наверное, с большой буквы, да, писать? Нет? Не с небольшой, да? Ладно, хорошо. Почему он его не ищет? Вот непонятно. Ладно. Коленвал. Колен... Ну, не коленвал же. А, ну коленвал, кстати, да. Так, я ничего не понимаю. Что здесь нужно поставить? Еще раз. Коленвал R4. Генератор. Почему это не находится в магазине? Коленвал R4. Все, вот он. Купить. Так. Дальше. Генератор. Главный магазин. Все. Двигатель, подвеска. Так. Он, наверное, где-нибудь в электронике продается, да? Магазин настраиваемых коробок передач. Кузовые детали. Магазин дополнений. Электроника, да? А, да, действительно. Генератор продается здесь. Так. Генератор тогда покупаем. И... Ну, все, в принципе, все остальное у меня есть. А, водяной насос R4 нам нужен еще. Так. Водяной насос. Водяной насос R4. Вот он. Так. Купить деталь. Так. Ну что, монтируем. Монтируем теперь это все сюда. А, насос гидроусилителя руля. Я понял. Какой красивый, чистенький. Ах! Так. Масляный фильтр R4 и насос гидроусилителя руля. Так. Насос... Насос гидроусилителя руля R4. Так. Масляный фильтр. Хотя его, конечно, по-хорошему надо в последнюю очередь ставить. Вон, теперь R4. Видали? Так. Так. Поршень. Поршень, наверное. Поршень с шатуном нам нужен будет по-любому. Четыре поршня. Так. Кольца. Поршневые тоже четыре. Покупаем. Так. Что нам еще надо будет сейчас? Вроде все. Вроде все. Из ближайшего вроде все. Насос гидроусилителя руля прикручиваем. Хорошо. Так. Коленвал еще. И, соответственно, потом надо будет... Коленвал уже поршень. Так. А коленвал я купил, да, по-моему? По-моему, купил. Ну-ка. Пять сек. Коленвал, по-моему, есть. Да, купил. Так. Все отлично. Так. Теперь можно поршни ставить. Поршень с шатуном ставим. Так. Поршень с шатуном ставим. Небольшой, конечно, странности в игре, что все четыре поршня внизу стоят. Потому что по-хорошему-то два должно быть вверх. Там же коленвал, он как бы такой. Ну ладно. Так. Что нам дальше требуется? Здесь и купить. Так. Коленвал есть у нас. Все есть. Поршень ее поставил. А, вот он, видите, выдвинулся чуть-чуть. Нравится, как масляный фильтр в воздухе висит. Что нам тут нужен теперь? Так. Так. Масляный фильтр я купил. Так. Соответственно, дальше. КБЦ и крышка подшипника и крышка шатуна. Так. А крышка подшипника там какая? Кастомнежен. Да, крышка подшипника и крышка шатуна. Все, я понял. Так. Крышка. Крышка подшипника коленвала. Не знаю, пять возьмем. Крышка шатуна. Так. Тоже, наверное, штучек пять возьмем. Так. Так. Прикручиваем. Хорошо. Здесь поменьше, да? Я вчера какой-то другой движок монтировал. Там заебался вот эти закручивать. Там их было штук шесть или семь, наверное. Я вообще его ебу. Серьезно. Так. Еще одна крышечка шатуна. Ну да, их четыре, действительно. Крышка подшипника коленвала. Закручиваем, закручиваем. Отлично. Все, здесь уже масляный поддон можно ставить. Вот, соответственно, с этой стороны у нас с вами уже идет ГБЦ. Так. Здесь у нас уже ГБЦ и масляный поддон. Здесь же это одно и то же, да? Так. Головка блока в Р4 и масляный поддон Р4. Так, масляный поддон Р4, вот он. Дальше. Головка блока цилиндров Р4 тоже нам нужна, соответственно. Давайте просто вот так сделаем, да и все. Господи. Так. Головка блока цилиндров Р4. Я просто не знаю, сюда можно ставить Р4 или Р4 соц. 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 Турбо. Но я же турбо-двигатель собираю, правильно? Значит, должен быть турбо. Выпускной коллектор. Так. Монтаж деталей. Масляный поддон ставим. Так. Лакшери. И теперь ГБЦ. Головка блока цилиндров Р4. Я разве не купил? Я не понял. Я же купил ГБЦ Р4, нет? Вот. Головка блока цилиндров. Р4. Она самая купил. Все. Вот она. Все нормально. Да, еще крышка ГБЦ, наверное, нужна будет. Вот. Так. Топливная рампа, непосредственный впрыск. Так. Выпускной коллектор Р4 Турбо. Так. Beautiful. Так. Крышка выпускного коллектора нам нужна будет потом. Два распредвала. И топливная рампа с непосредственным впрыском. Так. Топливная рампа. Топливная рампа. Топливная рампа. Непосредственного впрыска. Непосредственный впрыск. Одна штука купить. Так. Дальше. Распредвал. Ай-яй-яй. Так. Сколько нам надо? Два распредвала. И крышка выпускного. Крышка выпускного коллектора. У меня на машине такая прогнила, к сожалению. Хотел. Очень, кстати, хотел свою машину здесь, конечно, попробовать найти. Но нету пока модов на нее. К сожалению, к сожалению, нету на нее модов. Нигде. Увы. Opel Astra G. Если кто-то занимается, ребят, кто смотрит это видео, сделайте Opel Astra G, пожалуйста. Который не J, а G, который там старого. От 2003-го годов. Бля, буду очень благодарен. Так. R4D. Впускной коллектор. И крышка ГБЦ и R4. Так. Впускной коллектор. Впускной коллектор R4. Да, правильно. R4D нам нужен. Вот этот вот. Так. И шестерня. Шестерня распредвала. R4. Не вижу. Наверное, вот этих. А, две штуки. Так. Впускной коллектор R4D у нас есть. Ух ты, сколько болтов-то здесь. Ничего себе. Так. Шестерня распредвала. Отлично. Две штучки. Так. Крышка впускного коллектора. Прикручиваем. Красота. Блядь, такая машина сейчас будет. Такая машина, пацаны. Ё-ва, я купею. Так. Крышка ГБЦ, R4. Корпус дроссельных заслонок R4. Так. Крышка. Просто R4 надо написать. И всё. Здесь всё будет. Так. Крышка ГБЦ, R4. Одна штука. Корпус дроссельных заслонок. Так. Надо, это мы до туда дойдём ещё пока. Насчёт того, какая там коробка передач нам надо. Тут ещё надо будет разобраться. Здесь как-то можно тюнить машины, ребят. Вот это важно. То есть можно будет не только там что-то делать. Тут ещё можно тюнить тачки. Крышка ГБЦ. Я что, две что-ли купил? А зачем? А, ладно, не важно. Ну, обычный двигатель такой. Рядная четвёрочка у нас. Так. Корпус дроссельных заслонок я купил. Так. Ремень ГРМ дальше нам нужен будет. И маховик. Так. А маховик там какой-то специальный или обычный? Ага. Обычный. Всё. Ремень ГРМ. Ремень ГРМ. А где ремень ГРМ? Нам нужен Р4. Опять же. Или вы ждите, может дальше будет где-то. Так. Ладно. Ремень ГРМ. В8 и 4. Вот обычный. Так. И маховик. Маховик. Соответственно. Пить деталь. Дальше нам нужен подшипник. Выключение сцепления. Дальше нам нужен шипник выключения сцепления. Дальше нам нужно сцепление. Так. Шипник выключения сцепления. Нажимной диск сцепления. Диск сцепления. Вот. Сейчас мы всё поставим сразу. Диск есть. Нажимной диск. Всё. С этой стороны я движок фактически собрал. Здесь больше ничего нет Так Какая вещь собирается Думаю почти не Здесь нам конечно еще много собирать Крышка ГРМ Р4 Нам нужна будет сейчас Еще Так Крышка ГРМ Р4 нам нужна Копейки все стоит на самом деле Под это ведро Копейки Ну затягивает Так водяной насос По моему я его уже купил Рановато так Натяжной ролик И шкив кленвал Р4 Так Шкив Шкив Ладно Ладно Понял Хорошо Опять делаем Р4 И просто ищем шкив кленвала Вот А шкив кленвала Все я понял Так Натяжной ролик Натяжной ролик А нам нужен Шкив ставим Отлично Теперь нам нужен Приводной ремень Б Так Приводной Приводной ремень 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 Приводной ремень Б Приводной ремень Б Где он Вот он обычный Так Соответственно Его ставим Так Натяжитель ремня Приводной ремень А Натяжитель ремня Приводной ремень А Блин Так Приводной ремень А Приводной ремень А вот он Все Отлично Смотрите Ребят 24 минуты А мы с вами Почти целый движочек Собрали Удобненько Удобненько Так Ну что нам тут еще надо Даже не знаю Вроде все Да Давайте попробуем Движок развернуть Я просто не знаю Что тут еще надо Посмотрим Ничего ли я не забыл Так Ничего ли я не забыл Ну вроде Больше тут Нечего монтировать Ну движок Достаточно простой То есть здесь Ничего особенного Видите Собирать не надо Вот так что В целом В целом Двигатель У нас с вами Готов Двигатель У нас с вами Готов Вот Собственно говоря Сейчас мы будем Его наверное Ставить Вот А тут еще Расшивители нужны Бачок жидкости Всякий Гидроусилители Либосту заборника Ладно Это мы сейчас Будем рассматривать Так Теперь я думаю Мы с вами Займемся Подвеской Потому что Машину с вами Мы собрали Теперь нам Нужна будет Подвеска По-любому Так Давайте с вами Начнем С ней Заниматься Тогда Монтаж деталей С чего нам Тут надо начинать Начнем Наверное С подрамника Подрамник Передний А Вот Купим Сразу Сайлентблоков Подрамник Так Подрамник Передний А Так Сайлентблоки Я точно знаю Они пригодятся Поэтому давайте Возьмем Десяточку Сразу Так Потом еще Маленьких Возьмем Штучек Семь Я не знаю Там где-то Сзади Нужны будут Насколько я Понял Так Ну соответственно Режим проверки Какая хорошая Машина В ней ничего Нет вообще Люблю Такие машины Ставим Подрамник Тогда Сайлентблоки Всякие Закручиваем Ну просто В обратном порядке Сейчас собираем Тогда движок Вот Зато Какое Ребята Потом Получаешь Удовольствие Когда ты Садишься И едешь На ней Крайф Вообще Жалко Конечно Нельзя Из нее Сделать Типа Свою Машину Вот Чтобы на ней Ездить Потом ее Дальше Как-то Чинить Вот Но посмотрим Что будет Дальше Конечно Так Собираем Это Так Что у нас Там Дальше Идет Так Рулевая Рейка Рулевая Рейка Каталик Нужен Будет Хотя Еб Каталик На драги Сдал Нахуй Не нужен Так Передний Поворотный Кулак Рулевая Рейка Рулевая Тяга Так Поворотный Кулак Две Штуки Так Рулевая Рулевая Тяга Две Штуки Рулевая Рейка Одна Штука Так Сейчас Нам нужен Будет Еще Поворотный Кулак Сами Понимаете Ой Нет Не Поворотный Кулак Как он Называется Ой Блин Наконечник Рулевой Тяги Нижний Рычаг Подвески Так Наконечник Рулевой Тяги Два Так Нижний Нижний Рычаг Подвески Нам Кстати Два Надо Так Здесь Два Сайлент Блока Логично Закрутили Хорошо Так Наконечник Рулевой Тяги Ставим Так Лакшери С другой Стороны Наконечник Тяги Так И Нижний Рычаг Подвески Тоже Собираем Сайлент Блоков Ну то есть Как вы понимаете Ребята Механику Мы здесь Собираем Вообще Всю Так Стойка Передней Ступицы И передний Амортизатор Так Стойка Передней Ступицы Две Штуки Нам нужны Будет Так Передний Амортизатор Передний Амортизатор А Две Штуки Так Пружина Пружина Передняя Две Штуки И там Еще Какая-то Следующая Вещь Есть Забыл Как Она Называется Сейчас Мы Найдем Так Где Он Тут Вот Съемник Пружин Передний Пружин А Верхний Подшипник Переднего Амортизатора Вот Он Назовается Так Верхний Верхний Подшипник Переднего Амортизатора Так Так Соответственно Сюда Соединить Детали Так 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 Крык Снять Детали Так Соединить Тэн 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 Кра 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 Какое Все Красивое Ребята Я Кайфую Я Вообще Кайфую Просто Просто Красота Ребята Это Очень Круто Выглядит Все Черненький Такой Ах Кайф Просто Ах Кайф Так А я Что Не Купил Что Ладно Так Стойка Передней Ступицы Тогда Нам Нужна Будет И Передний Стабилизатор Стойка Стойка Передней Ступицы Две Штуки Передней Стабилизатор Так Передней Стабилизатор Вот он Купить Одна Штука Так Соответственно Стабик Мы Ставим Отлично Тоже Ставим Так Дальше Передняя Ступица Колеса Подшипник Ступицы Ступица Колеса Две Штуки Подшипник Ступичный Само Собой Берем Две Штуки А то И четыре Сразу Потому что Нам еще Сзади Надо будет Машину Делать Ну так Сразу Просто На будущее Думаем Вентилируемый Тормозной Диск Так Тоже Два Монтаж Ребят Я сразу Говорю Для тех Кто Случайно Зашел На видео И только Увидел Здесь Абсолютно Точно Это все Не окупится Вообще Никак То есть Это Абсолютно Невыгодное Восстановление То есть Это я все Делаю Ради Чисто Прикола То есть Я специально Скачал Этот сейф Дорогой Вот И так Далее Передний Подшипник Так Вот Вот Так Ну Что Смотрите Какая У нас Сочная Свежая Чистенькая Подвеска Этого Ведра Ах Просто Красота Просто Красота Ребят Ладно Здесь еще Работы Работы Много И много Это даже Поднищим Работы Много И в этой Серии Мы уже Не успеваем С вами Ничего Сделать Но мы Обязательно Продолжим Следующий Пишите Ваши Комментарии Ставьте Лайки И увидимся В новой Серии Всем спасибо За просмотр Пока Продолжим Собирать Подвеску И уже Возможно Начнем Даже Что-то Делать С кузовом Пока